Всем привет всем подписчикам канала Трейл Рейнг Скул. Сегодня мы подготовим для вас очередной комплекс упражнений для бега в гору. Данный комплекс направлен, самое основное, на правильную работу рук. Когда мы бежим в гору, огромную роль играет, как вы работаете руками. В предыдущих видео мы рассказывали, что ваши локотки должны быть в стороны, и вы должны к маховикам себе помогать руками. Так вот, сегодня будет 5 упражнений, где вы должны акцентировать именно на работу рук. А в каждом движении вы должны помогать себе максимально руками. Сами упражнения направлены на те мышцы, которые задействуются, когда вы бежите в гору. Максимально стараемся работать руками, локотки в стороны, и работать ими, как маховиками. В данном упражнении мы задействуем стопу и ведро. Выполнять упражнения можно, в принципе, на каждую ногу до легкого скисления. Следующее упражнение, основная задача, помогать себе максимально руками и уже отрывать стопу. То есть, вы должны прям почувствовать, как руками вы себя проталкиваете вверх, выполняя это упражнение. Следующее упражнение – перекат. То есть, здесь вы помогаете, опять же, себе руками. И здесь мы задействуем, во-первых, ягодичную мышцу, самую основную мышцу, которая у нас задействуется в беге в пересеченной местности. И очень хорошо помогаем себе стопу. И как раз отрабатывается окончательное движение, которое выполняется в момент толчка, когда мы бежим в гору. Следующее упражнение – уже легкие зашагивания. То есть, здесь мы уже полностью практически имитируем бег по тропе. Очень часто у нас именно тропы ступенческого характера. Именно вот такое движение у нас происходит, когда мы бежим в гору. И следующее здесь мы уже усложняем. То есть, здесь мы уже хорошо очень прокачиваем ягодичные. Но, опять же, основная задача – максимально руками себе помогать, как маховиком. И доталкивать себя стопой. Опять же, все эти упражнения выполнять нужно на каждую ногу. И желательно до легкого закисления. Данные упражнения помогут отлично подготовиться вам к соревнованиям по пересеченной местности в горах. Главное – эти упражнения делать постоянно. В принципе, одного-двух раз в неделю достаточно. И тогда вы сможете даже в отсутствии гор хорошо подготовиться к гонке в горах. Тренируйтесь правильно. Смотрите наши обучающие видеоролики на канале Трэнс.